Выборы губернатора Нижегородской области, визиты представителей Госдумы, депутатов ЗАГС Собрания, реализация нацпроектов. Событий и задач перед городской думой в прошлом году стояло немало. На заседании комитета председатель Антон Ульянов резюмировал, что с ними справились успешно. Особое внимание депутаты уделяли вопросам поддержки участников СВО и их семей. На протяжении всего года проходил сбор средств, который был организован совместно с Фондом социального развития. Это те деньги фонда, которые мы с вами направляем на формирование гуманитарных конвоев. Василий Васильевич Ласточкин, который стал бессменным участником этих конвоев и уже многократно посещал зону боевых действий, сопровождая эти гуманитарные конвои. Городская дума оперативно подхватывала идеи и изменения, которые вносили президент и губернатор Нижегородской области. Преобразования коснулись устава города, в котором не было предусмотрено сохранение средней заработной платы муниципального служащего, ставшего участником СВО. С осени 2022 года, как раз до марта 2023, мы готовили эти изменения. Они в 2023 году в городской думе были приняты. Ну и это позволило с тех пор сохранить среднюю заработную плату участнику специальной военной операции. Ну и сейчас я скажу, что готовится другой блок изменений в устав, и мы уже объявили публичное слушание на этот счет. В прошлом году проходило несколько сессий стратегического планирования, где разрабатывались основные перспективы развития закрытых городов. Намечалась стратегия развития области. Важной задачей прошлого года стало подписание соглашения о сотрудничестве с Энергодаром. Делегация городской думы отправлялась на место, чтобы обсудить все нюансы и поделиться опытом работы. Проект соглашения готов, но подписать его пока нет возможности из-за неспокойной обстановки. В протяжении нескольких месяцев уже мы находимся с председателем Думы Энергодара, с депутатами, с аппаратом на связи, помогаем им методически, помогаем им с проектами решений. Даже в таких вопросах, как организация деятельности, например, советских ветеранов и многое другое. В прошлом году одним из знаковых решений стало обращение в законодательное собрание с инициативой внести изменения в установлении налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщиков, которые применяют упрощенную систему. Добились позитивного решения. Это серьезное такое достижение. Его отмечают и в законодательном собрании, что не просто вышли с законодательной инициативой, но и добились ее принятия. Это крайне редкое явление не только у нас в Нижегородской области, но и по всей России. Поэтому здесь вот те депутаты Волгин и Тихонов, которые вышли с этим проектом решения, которые разработали, собственно, эту законодательную инициативу. Антон Ульянов также огласил депутатам изменения в работе комитета в статистику обращений жителей города. Более развернутый отчет председатель представит на следующем заседании Городской думы. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.